Девушки отдыхают Посмотрите, это про нас Ну что, друзья, есть хорошие новости Помните, как потешный спецназ Святой Лугандой часами сидел в засаде в женском туалете? Цель! Тогда героизм новороссов не прошел даром Охота шла на главное оружие Укрорейха Легендарный батальон платочек На территории Луганской народной республики была задержана гражданка 1947 года рождения Она была завербована сотрудниками СБУ Доказательств существования бабушек-диверсантов, но очень много Вот, например, видео с камеры наблюдения в районе станицы Гордость СБУ с позывным Касторка форсирует Северский Донец после выполнения очередного задания Если вы думаете, что мы шутки шутим, то нет В троллейбусы Ордло сейчас зайти страшно Почти у каждой старушки в сумке бимба лежит Ездят по городу и людей почем зря подрывают Бабушек очень возрастных запугивает, зашугивает Прибалтывает провести взручатку и подложить где-нибудь взорвать И вот здесь мы нарушим правила и поделимся секретной информацией Задачи СБУ для батальона платочек куда изощренней Ведь если что и подрывают диверсантки 80+, то это самые скрепные места убогих новоросских пропагандистов На этой неделе стала известна одна из схем принудительной вербовки СБУ луганских и донецких пенсионеров Мы реально плакали, когда на этой неделе слушали коварные методы вербовки луганских и донецких бабушек Оказывается, что пополнить численность батальона платочек СБУшники блокируют пенсионные счета старушек Банкам дано распоряжение блокировать деньги после трехмесячного отсутствия операции с пенсионным счетом Разблокировать можно только при личном визите в банк Бабули, конечно, тут же летят на разборки Ну а дальше классика Заходит бабушка во счет банк простой пенсионеркой Выходит уже матерой диверсанткой укропов А там уже к пенсионеру подсаживается дяденька из службы безопасности Украины И спокойно, не торопясь, предлагает сотрудничество То есть раньше бабулька кроссворды любила разгадывать А теперь во всех пустых клеточках слово «смерть» пишет Согласитесь, надежная и, главное, очень правдоподобная история На самое время размазать этих жалких фактами Начнем с самого очевидного Разблокировать можно только при личном визите в банк Че там, во счет банк пенсионеры ездят? Серьезно? Да они, блин, с марта об этом только мечтать могут Блокпосты из Ордло закрыты Въехать и выехать в ту же Дерляндию можно только по спискам, которые утверждает специальная комиссия И, конечно, поездка во счет не является для них убедительной причиной Выехать из республики можно при наличии прописки или регистрации на территории Украины А въезд в ДНР возможен только при наличии разрешения межведомственного оперативного штаба То есть чудаки одной рукой держат пенсионера в заложниках восьмой месяц А другой пишут текстики о том, как старушек превращают в диверсанта Кстати, пишут текстики Здесь есть еще один интересный момент Мы давно доказали, что весь телевизор в Ордло это сплошные темники Жили в палатках, готовили пищу на кострах и обменивались различными умениями на мастер-классах Жили в палатках, готовили пищу на кострах и обменивались различными умениями на мастер-классах Новости на разных каналах выходят либо одними словами, либо, так сказать, близко к тексту В целом по республике зарегистрировано около пяти с половиной тысяч новорожденных и заключено около полутора тысяч браков В целом же за 2017 год в Донецкой Народной Республике зарегистрировано около полутора тысяч браков и более пяти с половиной тысяч новорожденных А теперь смотрим свежее творчество альтернативно одаренных о бабушках диверсантках и улыбаемся Прокуратура Луганской Народной Республики на этой неделе вскрыла факт системных попыток избу вербовки пенсионеров, жителей ЛНР На этой неделе стала известна одна из схем принудительной вербовки избу луганских и донецких пенсионеров Шпионаж – нехорошая статья с большим сроком до 20 лет Это уже шпионаж с уголовной ответственностью вплоть до 20 лет Доходит до того, что зайцы даже под водки ленятся переписывать Не считают украинцев за людей, для них они в лучшем случае электорат, в худшем – биомасса, пушечное мясо Люди их интересуют исключительно как электорат и пушечное мясо в информационной войне И со стороны смотрится это ну очень смешно Хотя с темниками бывают и проблемки Видимо, некоторые из них Яндекс.Почта закидывает в спам А дедов пижмак спустя три года находит и ответственно пускает в эфир Спасибо санкциям животворящим Перепродавать чужое – это, конечно, легче Но производить свое и продавать – особая гордость Та-да, стало только лучше, Луганда по пути, Россиюшки идет Опыт России показывает, что санкции при правильном подходе не вредят, а помогают развивать собственное производство и тянут экономику вверх Мы в этом смысле идем уже проторенной дорогой, стараемся использовать российский опыт И знаете, здесь сложно не согласиться В Зоринске и Антраците было почти как на заводе газ Единственное, что там рэп для Трампа не читали Это какой-то террор, это фашизм какой-то, честное слово Люди, услышите нас! Нас просто выбрасывают на улицу Но самый прикол в этой истории в том, что жалкий пижмак, походу, не в курсе, что политика партии изменилась И Россия даже пандемию использует, лишь бы уболтать Запад, снять санкции Россия призывает все страны снять санкции, мешающие бороться с пандемией коронавируса С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензин И здесь, конечно, возникает вопрос, так а зачем снимать, если Россия от них якобы только лучше? Это путинские бояре враги Отечества выходят, да, пижмак? Ну что тут сказать? Поаккуратнее бы с темниками, а то не равен час отправят кураторы пацановку коричную А нам, как прикажете программы делать? Нет, насильник стола со своим несгибаемым стержнем Есть, знаете, вот этот металлический стержень, титановый стержень, который не гнется Это, безусловно, находка не только для личной жизни мебели, но и для телевизора Сидитесь смирно Укропы Даст Бог Может быть, останетесь живы На его одного мало На Луганских сейчас все приколы держатся Хотя справедливости ради надо признать, что донецкие хотя бы стараются Зацените, вот какая милая прелесть прозвучала на открытии бюста моторылы Каждому из нас его не хватает, как лидера, как командира, как друга, как отца, как мужа Каждому из нас, говорит, не хватает моторылы, как мужа Каждому из нас его не хватает, как мужа Ах ты ж канистра с бородой! Ох, попадешь все коленки на и она тебе все космы повырывает! Или того хуже, отправит к УКРам просроченной вакциной колодца! Командованию медицинских сил принято решение провести вакцинацию рядового и сержантского состава в зоне оккупационных сил препаратом американского производства, не имеющим никакого отношения к коронавирусу Видали украдиверсанта? Переживает Бася за здоровье украинских солдат, понимаете, их-то командование обмануть собирается вместо коронавирусной? Вакцины от лихорадки всех уколоть! Указанный препарат является вакциной от геморрагической лихорадки, признаначенной для привития военнослужащих, выполняющих задачи в составе миротворческих сил в конкурсе Здесь, конечно, можно было бы задать уточняющий вопрос, а нафига генералам обкалывать своих же подчиненных какой-то просроченной шляпой? Их же явно в случае отравления или смерти солдат на ковер вызовут! Впрочем, искать логику в словах сотрудников министерства галлюцинации – штука абсолютно бесполезная После того, как Украина отказалась от непроверенной вакцины из РФ, пропагандистам просто спустили методичку с названием «укольчик» и сразу на всех каналах началось Мне прискорбно смотреть на северную часть нашей Луганской народной республики, которая сейчас временно оккупирована бывшей Украиной Ведь там сейчас просто происходит геноцид Слабак! Просто слабак! Геноцид на севере Луганской области – это очень мелко! Учись вон у брата по разуму, как пакет российской гречи зарабатывать надо! Украинцы одними из первых в мире все-таки смогут получить вакцину в качестве испытуемых Откуда кто знает, какие будут последствия после испытания? Умрут эти люди или получат какие-то неизлечимые побочные эффекты? Останутся рабы на данной территории? Либо неполноценные люди? То, как, братцы, все укры значатся от западной вакцины помрут А те, что не помрут, дурачками останутся Америке ж территория очень нужна Они специально для этого вторую волну коронавируса запустили Увидели, что первая волна не сработала И те, кто инициировали такой процесс, поняли, что надо по второму разу эти вещи подключать Благо, великий политолог Крысенко Трампа и ЦРУ раскусил Такая пиаровская технология, поскольку коронавирус – это вещь, с одной стороны, реальная С другой стороны, это совершенно политический инструмент, который был придуман как политический инструмент И ты смотришь на все это и думаешь Вот как! Каким образом такое число городских сумасшедших умудрились собрать вместе? Хотя тактика куратора в целом ясна Чем больше лютой жести и адского бреда Миром руководит сетевое государство Проект Украина почти закрыт Хороший украинец, мертвый украинец, так считают США Тем меньше у людей времени на свои проблемы А их проблем этих, ну очень много В том же Донецке медики массово отказываются выходить на работу У меня сегодня никто не выходит на работу, завтра никто не выходит В среду тоже никто не выходит Я буду выходить, я не буду Люди прям говорят, что все понимают, но не враги себе Больницы переполнены А даже элементарных защитных костюмов нет Да почему лады должны быть? А комбинационы? И это не комбинацион такой положен Причем, чтобы вы понимали, третья больница – это почти центр города А теперь просто представьте, какая жесть в маленьких шахтерских городках Но об этом, разумеется, молчок Как молчок и о том, после чего в Ордло начался коронавирусный ад Поздравляю вас с годовщиной освобождения Донбасса Вспоминаете недавнюю историю, как Пушила решил рожей торгануть И устроить митинг с концертом, собрав под 70 тысяч народу? Считанные минуты до начала концерта На площади Ленина не протолкнуться Перед выходом российского артиста на сцену Жители ДНР с днем освобождения Донбасса Поздравил Денис Пушилин Рюмку водки тогда пели от Донецка до Амвросиевки Ну а сейчас за этой самой рюмкой можно сесть и подумать Вот каким безответственным подонкам нужно быть Чтобы в разгар пандемии не просто устроить это позорище Но и гордиться им На площади Ленина были рекордные 70 тысяч человек И это еще раз подчеркивает День освобождения Донбасса для наших жителей не просто день в году Этот день символизирует подвиг наших предков Причем они же и повторить не постесняются Воровайки вон давно не приезжали Явно ж не хуже Лепса праздник будет Тем более рисков никаких Ну да, будут скорые с утра до ночи ездить Но ради того, чтобы спеть всем вместе Ни воровку, ни шалаву Можно и потерпеть В худшем случае скажут ручным балаболам Увеличить число страшилок об Украине Мол, помирайте, холопы Вот ничего страшного Из русского мира в рай сразу А вот хохлам после западной вакцины и того не светит Они просто сдохнут Остальные пускай сдохнут Главное в последний момент Спасибо, Республика! Успеть прокричать Безусловно, главной темой всех последних дней Стал коронавирус Это можно назвать второй волной Сезонным убострением Да как угодно Но по факту число заболевших растет по всему миру И не важно, Украина это Россия или Испания Другая хвиля коронавируса накрывает краины Европы Инфекционы коронавируса покупают Испания COVID-инфекционы are on the rise Проблемы везде примерно одни и те же Нехватка защитных костюмов, переполненные больницы Поэтому и новости в разных странах по теме коронавируса Если отличаются, то деталями Но есть в этом все мои исключения из правил И речь здесь идет о российских новостях Ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее Мы спокойно их смотрели, когда врачи в регионах молили о помощи Врач просил работать без должного обеспечения средствами индивидуальной защиты Мы не готовы, ничего у нас нет А по федеральным каналам в это время называли их предателями родины С американскими печеньками в карманах халата Вы ничего не поняли про врачебную профессию Вы альянс предателей В этом как раз нет ничего нового Все, кто говорит о проблемах в России, даже вот такие бабушки До крайности довели, до крайности Мы за 7 тысяч, мы не можем себе ничего позволить Да если бы не дети, я бы вообще с голоду бы подохла Обязательно проплачены то ли ЦРУ, то ли лично Трампом В худшем случае продали родину за турецкие помидоры Плохой и коварный Эрдоган Это популярная сейчас тема Эрдоган сегодня не нравится никому Но давайте вернемся к коронавирусу Мы долго не могли понять, что нам напоминают свежие российские новости о пандемии А потом, переключая телевизор, так и поняли Кремлевская пропаганда по коронавирусу Это же классический телемагазин Лекарства, которое со стопроцентной эффективностью действовало бы против ковида В мире нет Единственное, что точно сейчас поможет Это вакцина Но все, наверное, видели эти убогие форматы Где 10 минут крутят плачущих людей Которые не знают, как жить дальше А потом ведущий предлагает им купить какую-то ерунду Ну, типа свечи для трактора Всеми правдами и неправдами пытаются достать и себе российскую вакцину И сразу, бац, праздник счастья В кадре появляется радуга Так вот, программа условного Киселева Сейчас это в чистом виде телемагазин Включаешь А там ужасы коронавирусной Европы Почти 30 городов Европы и Азии В их числе 7 столиц, а также 11 штатов США Ограничили работу баров и ночных клубов Испания, Германия, Украина Везде алярм и кошмар Ну, давай же уже, Киселев Доставай свою тракторную свечу Пора спасать планету Хорошая новость на этой неделе Пришла и из Новосибирского центра «Вектор» Главная победа Это вторая зарегистрированная российская вакцина Чудо-чудо! Уникальное предложение Была одна вакцина, а теперь сразу две имеются В отличие от первой, она создана на основе одной из синтетических платформ и более безопасна И все по уникальной цене! Не хватало только номеров телефонов, куда звонить для заказа Но если они появятся, то звонить надо настойчиво Потому как главный по коронавирусу в России может и задремать Здесь, кстати, совсем без шуток Да-да, именно Медведева назначили смотрящим по коронавирусу Владимир Путин постановил создать комиссию Совбеза по вопросам защиты от новых инфекций Возглавит группу заместитель председателя Совета безопасности Сейчас эту должность занимает Дмитрий Медведев И здесь, конечно, можно было бы задать вопрос Слушайте, а что именно Димон? Даже стоматолог Малышева на его фоне – это, блин, инфекционист года С другой стороны, разве красиво хорошего пацана без потоков перспективных оставлять? И знаете, Медведев не подвел И первым делом решено было защитить духовенство Кубанским священникам выдали специальные противоковидные рясы Антикоронавирусная ряса, друзья! Это вам не хухры-мухры! Хотя лично нам такой подход непонятен Смысл маскарада, если можно было просто еще один крестный ход провести? Ну или облет с иконами? А православные батюшки не только не боятся коронавируса, они переходят в наступление Так называемые крестные облеты На вертолете они кружили над городами И молились о здоровье людей С другой стороны, вполне возможно, что настолько эффективные методы борьбы с коронавирусом Россия не использует специально Вот так! Победишь коронавирус крестным ходом! А как тогда вакцину продавать? Сейчас вот Медведев растолкует схемку Тема, связанная с вакцинацией, она должна быть актуальна одномоментно во всем мире Иначе распространить болезнь будет просто невозможно Так, друзья, достаем бабосы, покупаем российскую вакцину Будем вместе вирус распространять Представляем, как вспотели в эти минуты ФСБшники Да и сам Медведев, судя по характерным звукам Как только будет представлен препарат или группа препаратов Которые в этом смысле будут действенными Думал в те минуты он явно не о коронавирусе В общем, штыков в батальоне Шептун имени Соловьева с каждым днём всё больше Не факт, конечно, что проблема именно в кишечных спазмах Но плющит Рудольфыча до сих пор не по-детски Да потому что нам наплевать на санкции Европейского Союза Потому что они никогда нам не простят Что мы оказались в Берлине в мае 45-го Ну, марихуана, наверное, нужна украинцам так же сильно, как самогон Который разрешает производить всем владельцам коров Мы уже собрались, бедолаги, какой-нибудь спазмолитик выслать Ведь когда животик не болит, то и криков намного меньше Жирная тупоголовая свинья! Вообще ничего не понимаешь! И вот когда мы уже ножпу запаковали и с проводницей договорились Володе надо было только на Киевский вокзал метнуться да забрать подгон Но тут просто божье провидение! Включаем в последний момент телевизор, а там как раз о ножпе речь! Мы в прошлой программе говорили с создателем новичка, по сути дела О том, что это может быть. Это может быть все, что угодно Вот список лекарств, которые содержат те самые ингибиторы Туда даже ножпа входит Святые карасики! Это что ж происходит? А оказывается, Навального не новичком, а ножпой отравили? Распознать, что это было? Ножпа или отравляющее вещество невозможно Еще, конечно, моющее средство у экспертов под подозрением Эти ингибиторы есть в средствах борьбы с насекомыми, например В моющих средствах Тогда зачем нам все это втирают? Но нам-то от этого не легче На российских же каналах никогда не врут? Если молодой Навальный от ножпы в кому впал, то старина вообще мог бы испортиться Наш... вот... я... вот тут... им вот... Простите, сбой в роботе чипа А в русском мире, друзья, при попадании в деревянный макинтош вообще чудеса случаются Вроде бы только вот тебя все любили и облизывали, а потом бац! И не хотят твоим именем, бояре, улицу называть Арсен Павлов заслуживает увековечения памяти, на которой мы воспитываем достойных русских Вон в славной Ухте! Ух ты, какой скандал по этому поводу был! Моторыл это местный пацан, оказывается И вот решили его товарищи в честь Дня лифтера улицу именем Моторылы назвать Мол, бояре, извольте удовлетворить просьбу, это ж такой герой, прям всем героям герой Ну... да... или просто мясо Но бояре, Ух ты, тоже оказались не пальцем деланы Мол, мы, конечно, новости смотрели, помним, но тут это... проблемочка есть В Кремле всегда говорили, что гражданская война в Украине А значит, что? Хрен вам, а не улица имени Моторылы Наш президент неоднократно заявлял, что Россия не является стороной конфликта в Украине Если мы вдруг сейчас решим назвать улицу, надо написать обоснование В связи с чем? Путин туда никого не отправлял! Мы официально с Украиной не воюем Контингента наших войск там нет Родина никого не отправляла на войну Ух ты, прям какие сознательные украдиверсантки собрались! Человек за вас в лифте горел, а они не ценят! Ну а если серьезно, это лишь один из сотни примеров того, как Россия легко и непринужденно кидает жертв своей же пропаганды Патрик Ланкастер, независимый журналист С 2014 года Донецк стал его вторым домом Вот этот смешной карманный блогер американского происхождения из Ордло застрял в Армении по одной простой причине Паспорт Дерляндии погранцы предложили положить под шатающийся холодильник Сняли с рейса Ереван-Москва, не пустили в РФ Одного паспорта ДНР недостаточно для возвращения домой Но эта история это вообще так себе проблема на фоне горя нескольких сотен граждан России, которые до сих пор сидят в подвалах Ордло В нашем Донецком СИЗО содержится достаточно много россиян, граждан России, которые добровольно приехали помогать нам в защите нашей республики, наших земель Это же не наши фантазии, он защитник, а в этих добровольцев-комсомольцев послушайте Граждане Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации имеют право на правовую помощь Но в ДНР правовая помощь государства Российской Федерации не предоставляется Чудакам по закону гарантирована правовая помощь Но ой, несмотря на все визги про интеграцию и раздачу паспортов, законы России в Ордло не работают А русским же наемникам в подвалах Дыры предлагают обратиться, впрочем, сами послушайте Они требуют и просят помощи своей страны, им говорят, что хотите, пишите в Харьков, там есть у вас предоставительство Да-да, в консульство в Харькове Вот что это, если не классическое поноворосили и бросили Так что прежде чем пить нож под кишечника или колоть себе спутник, мы бы предложили Соловьеву трижды подумать В русском мире ты нужен, пока можешь либо красиво звездеть, либо стрелять Это оккупированная Россией часть Донбасса Каждый день проживающие здесь люди смотрят новости о необходимости интеграции в Россию Интеграция с Российской Федерацией важнейшая задача республики Радуются получению российских паспортов Выдан 150-тысячный паспорт гражданина России В миграционную службу ДНР обратились более 128 тысяч человек И пугают друг друга то депортации на перевоспитание в западную Украину Депортировать население народных республик на перевоспитание в западные регионы То полным запретом русского языка Говорить по-русски на Украине приравнено к преступлению То есть русский мир за пределами России привычно строится на страхе и на пустых обещаниях Ну а сейчас мы вам кое-что покажем Это ледники, тайга, лесные степи и даже песчаные пустыни, которые оказались в одном регионе Это республика Тыва Мы уверены, что и в Донецке, и в Луганске они мало что знают В новостях можно увидеть, что здесь любит отдыхать Путин Президент России Владимир Путин во время своего отпуска отметил красоту леса в Туве, назвав его сказочным Путин в Туве не впервые в прошлом году отдых президента запомнился кадрами подводной рыбалки Тыву вспоминают как малую родину Шойгу Тува – родина героя России, министра обороны Сергея Шойку Вот, собственно, и всё Здесь, конечно, возникает логичный вопрос, а почему в Останкино собирают сотни студий в год по Донбассу На Донбассе резкая эскалация Меня интересуют люди, которые живут на Донбассе И не одной, а жизни своей Тывы Или что, Донецк важнее своего кызыла? На самом деле, как нам кажется, им пофигу и на первых, и на вторых Тут чисто прагматичный подход Ведь если федеральные каналы начнут показывать реальную жизнь людей в той же Тыве Тува уже не первый год становится самым бедным регионом России Здесь криминал постоянно Тут неблагополучные люди живут Люди годами живут без электричества Совет без надёга, перспектив нет никаких Желающих получать российские паспорта будет куда меньше Ведь под красивой обёрткой с надписью «Русский мир» скрывается очень сомнительная начинка Союз русскоязычных граждан Тывы под названием «Россияни» Обратился к президенту Владимиру Путину с жалобой на притеснение русскоязычного населения в республике Это обращение русскоязычных жителей Тывы к президенту И в 2016 году его массово проигнорировали фактически все федеральные каналы Их можно понять, Киселёвы, Соловьёвы, Шейнины и прочие скобеевы В это время проезжались по ушам людей языковыми страшилками из Украины Тотальная зачистка страны от всего русского вступила на Украине в окончательную фазу До неприличия, напоминающую о худших, явно нацистских образцах Вот же ужас! Чуть ли не нагайками бендеровцы за слово «спасибо» на улицах бьют Закрушались у телевизора бабушки из отрядов Путина Им запрещают говорить на родном языке Люди боятся за своих детей И просто представьте, как не к месту для пропагандистов при таком раскладе Были вот такие новости из российской Еще раз, российской Тывы Впрочем, послушайте сами Общественники утверждают, что русский язык в большинстве школы республики Приспадается как иностранный Да-да, вы не ослышались, русский язык в школах часто преподают в качестве иностранного Кроме этого, русскоязычных жителей Тывы не празднуют местные работодатели Я, моя семья, там еще многие другие ребята не могут найти работу И там, где можно избавиться от русских, от них избавляются Главврач рассказал, что за два года уволил с работы четырех сотрудников Трое из которых были русскими И нанял пятерых тувинцев Но самое показательное, как нам кажется, вот здесь Всем русским, приезжающим в Тыву Настоятельно не рекомендуют выходить на улицу в темное время суток Вечером здесь опасно было проходить Опасно проходить по этим улочкам Потому что непонятно, кто где живет, откуда кто выскочит Причем это касается даже на первый взгляд благополучного Кызыла Там могут просто избить Только потому, что ты русский И это вовсе не наши фантазии Послушайте, вот что местные говорят Ребенка в школу не взяли, уволились с работы Милиция встала на сторону тувинцев в ДТП В итоге в Туве русские живут как бы в своей стране, но как второй сорт А теперь просто представьте себе, если бы нечто подобное случилось не в Кызыле, а в Киеве Живые потомки нацистов Это именно фашисты А вот о родной Тыве тишина, тишь, гладь и благодать Ну подумаешь, русских бьют, дело-то житейское В города съезжали столпы агрессивно настроенных сельских тувинцев Заранее ориентированных на нападения на любых русских Которых можно было безнаказанно избить, ограбить или убить Полиция, при этом состоящая в основном из тувинцев Спасать русских не спешит А в отдельные районы банально не приезжает Сотрудникам полиции пойди наплевать Сюда не вызовешь ни сотрудников полиции И даже когда из столицы решают поставить в Тыву каких-то своих силовиков Местных это только смешит Когда глава МВД Тувы Александр Лобанов впервые приехал в республику Его новые подчиненные вместо «здравствуйте» отвечали ему по-тувински «жопа» В итоге русские массово бегут из Тывы и прямо говорят о геноциде Молодежь требует признания факта геноцида русских в Туве Вот здесь бы федеральным каналом собрать студии Разобраться в причинах межэтнического конфликта не где-то там, а в своей стране Но они этого не делают И нам понятно почему Ведь если там копнуть, то провалится не просто лопата, а и вся эта пропагандистская шелуха о сладком русском мире За последние 12 лет исчезли не только отдельные предприятия Умирали целые отрасли После развала Союза в Тыве фактически не осталось работы Колхозы развалились, немногочисленные заводы быстро растащили на дрова и на металл Среди этих разрушенных зданий можно снимать фильмы на тему постапокалипсиса Это комбинат Тува-Кобальт, разрушенный в 1991 году Производить что-то в Тыве невыгодно из-за неудобной логистики Транспортные расходы увеличивают цену товара И конкурировать с производителями из соседних регионов Тувимцы не могут Пятичасовая доставка чего-либо на машинах через Саяна и Забакана Сейчас означает увеличение цены на стройматериалы, продукты, электричество Которое здесь в 2-3 раза дороже, чем в соседних регионах Эту проблему, а с ней и вопрос с безработицей Могли бы решить новые автомобильные дороги и железнодорожные сообщения Но у страны традиционно есть миллионы на Абхазии, на ДНР, ЛНР Более 400 миллионов профинансировано Российской Федерацией Беларуси вон можно миллиардик дать Россия выделит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов США А вот граждане России привычно потерпят Хотя, что это мы врём, пообещали вон в прошлом году железную дорогу В республике Тыва готовят документы к началу строительства первой в регионе железной дороги Козыл Курагина Ой, а что это у нас? Неужели ровно такой же сюжетик только за 2011 год? В Туве началось строительство важной железнодорожной ветки То есть деньги на стройки века улетают, а воз, как говорится, и ныне там Ложили рельсы из ниоткуда в никуда, они лежат уже несколько лет и ничего не происходит Впрочем, обещаниям из столицы в Туве давно никто не верит Ещё в 2012 году в Козыле произошло сильное землетрясение В результате которого большинство старых домов было повреждено И без того ветхие дома в столице Тувы покрылись трещинами Которые, внимание, спустя 8 лет можно наблюдать ровно в том же виде Дома промерзают, полы холодные, дети болеют Потолки текут, то есть полная разруха и крах В течение 4-х годов они нас кормят обещаниями Хотя ещё в 2012-м сразу после землетрясения из Москвы пообещали переселить целый квартал в новые дома Но обещать, как известно, не значит жениться Как там Медведев говорил? Просто денег нет, вы держите здесь А, ну да, денег нет, точнее есть, но не для вас, ребята Канализация в Абхазии явно же важнее Россия в течение 3-х лет вложит в экономику Абхазии 9 миллиардов рублей На эти деньги ещё в этом году заменят водоводы и канализационные трубы в Сухуме Чтоб там все сидели и думали, какая богатая и щедрая эта Россия А русские тувинцы пускай за свои деньги стройматериалы для восстановления жилья покупают Когда обращались за помощью, чтобы нам хотя бы стройматериал выделяли Нам сказали, своими силами При этом за коммунальные услуги счета прилетают просто космические И пока у Скобеевой подсчитывают, как выживать украинцам Новые тарифы от МВФ на тепло обрекли Украину на тотальное замерзание Платите больше, чем все в Европе В Туве на коммунальные услуги уходит больше половины зарплаты При том, что люди вообще не понимают, за что они конкретно платят Ремонта в подъездах они не видели, отродясь Давно здесь ремонт делался в подъезде? Я живу 36 лет, ни разу Кругом стоит страшная вонь Здесь такая вонь, как будто умерла 10 кошек, они вообще где-то гниют лежат Запах отвратительный На обочинах обросших дорог валяются груды мусора А еще десятки в дымину пьяных людей Вот эти кадры мы не снимали специально Мы просто вышли вечером на улице Кызылом И, к сожалению, такую картину можно увидеть довольно часто По уровню преступности нищая Тыва в лидерах России Из маленьких поселков тувимцы в поисках работы перебираются в Кызыл А не найдя ее, идут в криминал По количеству убийств республика впереди России всей Помимо убийств и грабежей, приграничная республика превратилась в центр наркотрафика Но другой работы для местных просто нет Когда в правительстве работал, мы с одним помощником главы республики Для интереса посчитали оборот наркотиков, которые проходят из Тувы И получилась сумма, сравнимая с годовым бюджетом республики Дошло до того, что даже брата главы республики поймали в Краснодаре с целым чемоданом дури Главы республики, родной брат, он сидел за крупную партию гашишек Но реально зарабатывают на наркотиках лишь избранные А рядовые тувимцы часто готовы обменять гашиш на бочку спирта Послушайте вот что человек, работавший в правительстве, тувы, говорит А здесь какой круговорот? Сюда спирт привозят, продают, здесь закупают гашиш и вывозят в Россию В итоге получается просто замкнутый круг Отсутствие инвестиций и проблемы с логистикой порождают безработицу Безработица и нищета вынуждают людей либо уезжать, либо идти в криминал Убийство, торговля наркотиками, алкоголем – это то, чем славится Шанхай среди жителей тувинской столицы Они могут найти работу, отсюда и высокая преступность А жизнь в вечном страхе порождают межэтнические конфликты Где русские привычно винят во всем тувинцев, а тувинцы – русских В них просто есть камень преткновения разной национальности И в этом свете мы бы очень хотели передать привет великим правителям в Кремле Не надо строить русский мир где-то там Начните со своей тувы Защитите русский язык Решите вопрос с ЖКХ Можете их отдельно в таможенный союз взять Возможно, после этого ваши попытки построить русский мир где угодно, кроме самой России Будут смотреться не так цинично Изначально мы не планировали делать этот сюжет, но потом сели отсматривать новости Кто сказал, что карнавала не будет? Карнавализация всего, что имеет отношение к большой политике, стала приметой и этих выборов на Украине Говорят о самых грязных играх за всю историю постсоветской Украины И уж очень нам захотелось загнать заможай с кремлевских балаболов Которым после громких событий банально не успели написать качественные методички Лебисцит запомнился украинцам самой низкой явкой за всю историю существования страны Тысячами нарушений, ошеломительной дороговизны самого процесса В этом сюжете на примере выборов в Украине мы покажем вам, каким скотом без мозгов считают пропагандисты своих зрителей И начнем, так сказать, с топчиков Ну, тис, Соловьев, Скобеева, давайте уже рассказывайте, что там с выборами в Украине не так Самое страшное, что произошло на этих выборах То, что на выборы пришло 37% избирателей Первой и самой главной предъявой была низкая явка, о которой закатывали глаза не только в московских студиях Самая низкая явка за всю историю проведения выборов в Украине Но и ручные гречкоеды в Орду Катастрофически низкая явка на выборах Реально любое должностное лицо, выборное на Украине, оно выбрано уничтожным меньшинством Явка ниже 40% действительно считается низкой Но вы только послушайте, какие многозначительные выводы пропагандисты сделали из низкой явки Большое количество граждан Украины находится за рубежом Они работают в Москве, они работают в Польше, они работают в Германии Все уехали на заработки, люди запуганы, не видят смысла ходить на выборы А местным чиновникам никто не доверяет Люди не понимают, зачем идти Избирателей не так много на территории Он уехал на работу и там остался за рубежом Окей, мнение услышали Напомним лишь, что о запугивании, недоверии и оторванности власти от народа Ребятки говорят при явке в 36% А сейчас начнется порнохаб Рекорд по самой низкой явке был установлен на прошедших выборах в городскую думу Нижнего Новгорода На выборы депутатов пришли лишь около 15% избирателей В областном центре подвели предварительные итоги голосования на выборы в Оренбургский городской совет Явка составила 18,76% Ой, ребятки, а у кого эта явка на таких же местных выборах по 20% была? То есть почти в два раза ниже рекордно низкой в Украине, а? Явка в целом по области составила чуть больше 20% А были же вообще красивые циферки Так, например, во Владивостоке в 17-м году проголосовало аж 12% избирателей Владивосток показал рекордно низкую явку на выборах Свои голоса отдали чуть больше 10% избирателей Ну а теперь по аналогии с вашими умозаключениями по Украине мы хотели бы уточнить Это получается, у россиян совсем нет доверия к нынешней политической системе? Мы все правильно поняли? Можно списывать и на фактор пандемии У народа нет доверия к той политической системе и к тем условиям, в которых ему предлагается осуществлять свой выбор Власть, получается, холопы не уважают, на единую Россию Искандер клали? Или, может, из того же процветающего Владивостока все на Запад свалили, как вы сейчас про Украину рассказываете? У нас заработка в Европе, кто профессионально в чем-то пытался заработать на Украине, все выезжают Это при том, что у нас явка 36% во время пандемии, когда многие не пошли, чтобы не толпиться на участках с сотнями людей Ну а вашим что помешало 4 года назад? На выборы пришли меньше половины зарегистрированных избирателей Это самая низкая явка в истории Российской Федерации Это называется накинули на вентилятор, а теперь не знают, где найти салфетку Причем это же не только с явкой так, а тупо во всем Зеленский продул местные выборы и, судя по опросам, легализовал канаплюсь Ой, Машка, совсем хохлы умом тронулись Возмущался у телевизора условный ура-патриот Ваня с бурбулятором в руках Каннабис они, значит, легализируют Уже три законопроекта по каннабису вносят Сразу три Опущаем Нуланд, в следующий раз пирожки прямо с дурью привозят Во время следующего Майдана на Украине следующее будущее Нуланд будет уже пирожки с каннабисом раздавать А ты, Машка, чтоб завтра шоколадку купила А то фольга в мокром, ну вообще не к черту Выдыхай, выдыхай, бобер Короче, друзья, в останкинских студиях и домах ура-патриотов случился страшный пожар Причем доходило до полного безумия Мол, сначала каннабис Укра легализируют, а потом что? Гомосексуализм в школах? Неизбежно! На Украине легализуют марихуану Легализуют проституцию Легализуют гомосексуализм в смысле навязывания его в школах и детям И реально, вот разве что кровь из ушей от таких шедевров не течет Вот кто-то из вас может увидеть связь между медицинским каннабисом и гомосексуализм? И как вы себе представляете уроки гомосексуализма в школе? Начнут курить марихуану, начнут легализовывать всех этих заднеприводных И мы ведь не просто от ничего делать эти вопросы кремлевским балаболам задаем Ребятки-то, как дважды два должны это знать? Подсказать почему? А очень просто Пока в Украине только опросы проводят Медицинский каннабис в России давно легализирован Владимир Путин подписал закон, который разрешил выращивание в стране Наркосодержащих растений в медицинских целях И вот теперь правительство своим постановлением еще более конкретизировало это разрешение То есть они истерят и закатывают глаза от того Последствия необратимы и Украина превратится в наркотический хаб Что в их стране давно проголосовано Государственной Думой Теперь же выращивать мак и коноплю в России можно Но не в кулинарных, а именно в медицинских целях Вот как к этому относиться? Не иначе, как уроки гомосексуализма конкретно в редакциях у Соловьева и Скобеевой провели Хотя лучше бы на уроки логики потратились Ведь с одной стороны ребятки рассказывают о массовых фальсификациях На Украине тем временем подводят итоги местных выборов Они запомнятся и фальсификациями Голоса 10,5 миллионов украинцев частично сфальсифицированы Диктатуре и запугивания Конечно не заметили вот этих избиений Нападение на митинги, избиение оппозиционеров А с другой стороны поражение партии власти Кандидаты от «Слуги народа» почти везде потерпели поражение И очень хочется уточнить Это так фальсифицировали, что проиграли, да? Странно звучит, правда? Ну вот у вас же, когда за единую Россию бюллетени пачками вбрасывают Таких метаморфоз не случается? Как, кстати, еще в одной стране на букву «Б» Вот там, конечно, и выборы честные И диктатуры нет Только начальство всегда остается прежним Заявление ОБСЕ, да, насчет того, что нормальные выборы, хорошие А вот в Украине, где якобы фашизм, каратели И за голоса против власти распинают в трусиках Каждые пять лет новый президент А партия власти может не лидировать на местных выборах Выборы местных депутатов и мэров Показали падение рейтинга партии власти Как же так, ребятки? Срочно свистайте всех живых в кукаречную И выдумайте хотя бы что-то убедительное для холопов Не иначе на сегодняшний момент с визгами об Украине вы смотритесь максимально жалко Выборы – это всего лишь ширма От демократии в Украине не осталось ничего Это у вас есть царь и смотрящие бояре в регионах А у нас, ну, типа при фашизме Есть левое, правое, за Евросоюз, за Таможенный Союз И они не просто могут участвовать в выборах, а и лидировать в целых регионах Почти везде соперниками действующих глав станут кандидаты Либо от Евросолидарности Петра Порошенко Либо от оппозиционной платформы «За жизнь» Представить себе нечто подобное в России, Беларуси Или убогой Дырляндии с двумя партиями и луком на участках Просто нереально Выбора там нет Любая проукраинская партия «Вордло» легко бы зашла в местные советы Но их бы дальше подвала никуда бы не допустили А у нас все имеют равные права быть избранными И в этом разница между нами и русским миром В Украине, как показывают результаты, решают простые люди А там руководство из Кремля Ведь выборы – это не удел холопов Редактор субтитров А.Семкин